Ребята, всем привет! Сегодня я записываю для вас новый влог и он будет необычным. У меня есть для вас очень классная новость. Мы начали делать ремонт в спальне, как я долго этого ждала. Если вы подписаны на меня давно, то знайте, что у меня была целая серия видео о ремонте в спальне. Мы делали его недавно, в далеком 2014 году, но мне кажется, что это было совсем недавно. С тех пор наши вкусы поменялись и мы решили кардинально изменить цвет стен и интерьер комнаты. Если вы хотите посмотреть, что получится в результате, то обязательно смотрите мои влоги дальше. Каждый день я буду снимать этапы ремонта и все эти кусочки совмещать в одно огромное видео. Или будет несколько влогов. И чуть не забыла сказать самое главное. Сейчас я вам покажу, как выглядела наша комната до ремонта. И сейчас мы начинаем все кардинально менять. В первую очередь мы решили закрасить эту яркую гипсокартонную конструкцию. Она у нас была ядовитого цвета фуксии. Теперь пусть будет белая. Для начала мы посмотрим, какой получится результат и уже от этого будем отталкиваться. И вот мой пустой столик без зеркала. Только что его уже унесли. Честно скажу, только теперь я поняла, что зеркало играет просто огромную роль в интерьере комнаты. Когда я его убрала, то поняла, что эти цветы, да, вот этот вот цветочный весь орнамент стал слишком пестрый и начал рябить, давить на глаза. В общем, без зеркала это смотрится некрасиво. Хотя оно было небольшое, но все равно играло огромнейшую роль в интерьере. Столик сейчас мы накроем пленкой. Выносить его не будем, потому что здесь внутри очень много косметики и он нереально тяжелый. Все, что мне осталось, это убрать вещи вот с этого угла. Здесь много того, чем я уже давно не пользуюсь. И вот как раз пришло время все выкинуть. Обои мы еще не обдирали и вы можете посмотреть, как выглядела стена до ремонта. Лишь в этом углу решили сделать выкраску белым цветом. Посмотреть, перекроет краска узор или нет. Но в три слоя, думаю, перекроет. Но мы еще не решили, что будем делать именно с этой стеной. И вот такой результат у нас уже спустя два часа. Зеленую стену мы также решили закрасить белым цветом. Пока что мне все нравится. Комната светлая. С этой стороны еще ничего не трогали. Сейчас хочу показать вам, что решила приготовить на вечер. Здесь у меня нарезанная кусочками свинина. Здесь приправа. Отдельно у меня жарится морковка и лук. Почему я это делаю отдельно? Потому что так намного быстрее. Чаша мультиварки у меня в принципе стандартная. Но когда нужно сделать большое количество плова, мясо в один слой сюда не поместится. И поэтому какую-то оставшуюся часть я буду обжаривать на сковородке. Может быть и в леде точно, не знаю. Мясо уже поджарилось с двух сторон. Теперь я туда добавляю морковку с луком, которую уже предварительно подготовила. И так же всыпаю приправу. Высыпаю рис и ровняю его аккуратно ложкой. Чтобы он был к равномерным слоям. И сверху выливаю воду. А, кстати, зубчики чеснока. За съемкой видео чуть совсем не забыла. Вставляю три зубчика чеснока. Раз, два, три. Мой плов уже готов. Семь минут как на подогреве. Пахнет просто божественно. И аппетитно выглядит. А тем временем наша спальня преображается на глазах. Все стены уже практически белые, кроме этой зеленой. Осталось докрасить угол. Знаете, что самое интересное? Это то, что мы пока что не знаем, что именно здесь будет. Точно известно, что в интерьере будет присутствовать два цвета. Белый и серый. Эта стена будет однозначно белой. И вот эта, которая у окна, тоже будет белой. Насчет остальных пока что неизвестно. Буквально вчера мы думали на эту стену клеить обои. Мы даже в магазине нашли подходящие. Это, знаете, такие светло-светло-голубые обои с цветочным принтом. Там акварельные цветы. То есть не такие наляпистые, как эти. Но сегодня утро мы передумали. И скорее всего, либо эта стена будет серого цвета, либо вот эта. Сейчас отойду, покажу. Пока что не решили. Я опасаюсь того, что темно-серый цвет будет занимать очень большую площадь в комнате. И это может смотреться как-то мрачно немного. И, кстати, обои под покраску мы все-таки решили не снимать. Объясню почему. Сначала я хотела, чтобы стены были просто перешпаклеваны и покрашены. Мне вот этот рисунок за 3-4 года, сколько там у нас уже ремонт, порядком поднадоел. Но когда я видела, как краска лягла на вот этот вот цветочный принт, мне этот результат понравился. Почему бы и нет? Он не такой заметный. Если отойти подальше, вообще не видно, что стена в миленький-миленький цветочек. Ребята, всем привет. Я приехала за своим заказом в Фаберлик в офис. Немного переживаю. Знаете почему? Потому что я заказала очень классную юбку, только не уверена в размере. Самый маленький я решила не брать. Выбрала 42-й. Вот там вот находится офис. Вот. Но теперь думаю, может быть, лучше было бы взять 44-й. Боюсь, что она может оказаться маленькой в поясе. И, кстати, до закрытия всего лишь 5 минут. Надеюсь, я успела. Смотрите, какая здесь темень. Вау, хоть бы не упасть. Мы приехали в Юрс. Хотим посмотреть кое-что для интерьера. А именно изголовье для кровати и фото-рамки. Пошли. На улице, кстати, очень классно. Прям весна-весна. 4 градуса, но все равно очень тепло. Пошли. И вот так вот выглядит это изголовье, которое я видела в интернете. Оно мягкое. Но, честно, ребята, скажу, что качество самое-самое такое среднее. Цена 2400 гривен. Тот размер, который нам подходит. Скорее всего, мы его брать не будем. Попытаемся сделать своими руками. Не знаю, сколько будет стоить ткань. Можно еще все посчитать. Также в Юрске тут много всего интересного для интерьера. Вот такие белые зеркала. Матрасы. Кровати очень мало. Или они с другой стороны. Сейчас посмотрим. Тут очень большой выбор подушек. Я сейчас начинаю жалеть, что не купила эту красавицу по скидке. Сейчас цена 400 гривен, а тогда была 200. До сих пор набирается, честно. Цвет такой необычный. Есть еще такая розовая. Смотрите, классные штуки. Тоже для интерьера наши комнаты подойдут. Универсальные, да? Давайте посмотрим, что еще есть. Вот такие коврики. Я чувствую, что точно его куплю. Уже мечтаю о нем, наверное, года 4. Да. На кровать можно положить на стул. Так, сейчас еще посмотрю постельное белье. А вот и рамки. Они обязательно должны присутствовать в нашем интерьере. Либо белые, либо черные. Вот такая на них цена. Эти, конечно, совсем маленькие. И мне интересен вопрос, почему здесь нет квадратных рамок. Хотя, может быть, прямоугольные тоже подойдут. Нужно подумать. Приехали мы в мебельный магазин, который находится в караване. Он просто огромный. Но, ребята, кровати очень дорогие. Просто нереально. Вот такие разные есть. Но, честно, за 10 тысяч гривен это самая ужасная кровать. Некачественная. Нормальной кровати по 20 тысяч. Это, конечно, очень дорого. Вот. В общем, однозначно будем делать изголовье своими руками. Ткань, кстати, тоже нужно ожидать месяц. Все под заказ. Так что даже не знаю, что это сделать. Хочется, чтобы ремонт был окончен поскорее и не ждать месяц. Это уже неинтересно. Сейчас пойдем вон в тот магазин. И вот он, мой любимый отдел с чаем. Появились новинки, чему я очень рада. Я взяла такой вот ванильный бергамот. Еще несколько других. Таймный часад. И какой-то еще. По-моему, его здесь нет. Я уже брала распасованное в пакетах. Сейчас мы подбираем идеальный оттенок серого. На листах плотной бумаги я уже сделала выкраску. Этот цвет оказался слишком темным. Смотрите, какой он черный по сравнению вот с этими. Нам нужно добиться что-то такого. Сейчас в этом бедре вот такой оттенок. И мы разбавляем белую краску черной. Я думаю, этого пока что будет достаточно. Главное не переборщить. Ну, интересно сделать поэтапно. Посмотреть, какие получаются результаты. Не нужно все сразу лить. А это, по-моему, идеальный цвет. Как раз тот, которого мы добивались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, вот эта юбочка красавицы. Я уже ее распаковала, померила. Самое главное, что подошел размер. И сейчас я ее померю, чтобы вы посмотрели, как она выглядит на фигуре. Но перед этим покажу еще кое-что, что было в моей посылке. Это косметика для лица и кое-что для мужчин. Смотрите, я взяла две такие программы. Первая программа направлена на восстановление и активацию клеток. И вторая программа это увлажнение и ревитализация. Была еще третья липтинг, но я пока что решила не брать. Значит, в каждой упаковке здесь шесть ампул. Вот в этой шесть и в той шесть. Хорошо, что они идут в пластике, они в стекле. Как-то со стеклом, честно говоря, не люблю связываться. Ломать их мне немного страшно. В общем, после сезона мыловарения, когда я очень часто варила мыло, моя кожа и пекла, и чесалась, и пересыхала. И поэтому я решила активно заняться уходом. У этой программы слышала только хорошие отзывы. И где-то через недельки три, когда я закончу полностью весь курс, обязательно поделюсь с вами отзывами. Еще у меня здесь есть просто потрясающий тональный крем. Тоже слышала очень хорошие отзывы. Это даже тональный крем-сыворотка. Называется «Сияние молодости». У меня вот в таком оттенке я выбрала более темный. Интересная баночка с помпой. Когда вы делаете нажатие, донышко поднимается все выше и выше. И таким образом тональный крем у вас на стенках не останется и будет израсходован до последней капли. Крем мне очень понравился. Цвет действительно подошел. И у него очень приятный, такой парфюмированный, нежный, цветочный аромат. Так, выдавлю небольшое количество. Этот тон мне подошел. Крем очень классный. Смотрите, подстраивается по тону кожи. Самое главное, что не подчеркивает шелушение. Слегка темнее, чем моя кожа, но мне это нравится. Из каталога «Фаберлик» у меня еще никогда не было в заказе мужских вещей. И я решила взять такие вот трусы, кстати, в размере S. Я, честно говоря, думала, они будут немного маломерить, но на самом деле это не так. Трусы, вот посмотрите, выполнены из натурального хлопка. То есть классный состав. Тут нет никакой синтетики. Удобная резинка, хорошо тянется, не давят. И я выбрала в таком белом цвете. В общем, очень классная вещь. Качественная. Вообще белье от «Фаберлик», тем более женское, мне очень нравится. И вот так вот юбка выглядит на мне. Кстати, не обращайте внимания на эхо. Мы здесь делаем ремонт. В общем, размер мне идеально подошел. Вот такая длина у этой юбки. У меня рост 1,63. Меня это, в принципе, длина устраивает. Теперь насчет размера. Смотрите, пояс у этой юбки атласный. И он абсолютно не тянется. Из-за этого я и выбрала 44 размер. 42 размер подходит на талию 64 см. У меня талия именно в этом месте и есть 64 см. Но представьте, если бы юбка сидела вот так. То есть в ней ты не сядешь, не покушаешь. Она будет мешать, она будет давить. И поэтому я считаю, пусть она лучше будет свободная, чем слишком тугая. Кстати, размер 44 подходит для талии 68 см. Сзади вот такой замочек. Очень красивый, с камушками. Вот. И как раз я нашла такую замечательную желтую кофту. Мне кажется, она отлично гармонирует с этой синей юбкой. Почему юбка такая пышная? Сейчас я вам объясню. Она состоит из нескольких слоев тонкой сетки. Первый слой это черный. Кстати, очень классно смотрится на синем. Второй и третий это вот такая темно-синяя сетка. Четвертый слой это идет вот такой каркас. Вы можете видеть, что он плотный. За счет этого юбка держит форму. И пятый слой это подкладка. Эта юбка подойдет абсолютно для любого возраста. Я вам серьезно говорю. Она одновременно классно смотрится на женщинам. Ну, к примеру, которым за 40. И также на молоденьких девушкам. Самое главное правильно составить образ. Воздушная, летящая. В этой юбке я ощущаю себя просто принцессой. И я ее буду надевать не только для фотосессий и для праздников. А также носить и по цене на жизнь. Я люблю такую одежду. Вы можете видеть сейчас такой результат. Значит, все эти стены уже покрашены белой краской. Они полностью готовы. Высохли. И акцентная стенка вот такая у нас получилась. Цвет мне очень нравится. Он не слишком светлый, не темный. Мы нанесли уже второй слой. Вот только-только закончили. Это все до утра пусть высыхает. Ну, а мы поехали по магазинам. Чтобы этот влог не получился слишком длинный, я на сегодня уже буду с вами прощаться. И увидимся завтра. Всем пока!